Добрый вечер, дорогие друзья! Седьмой канал и самое стримальное шоу нашего телевидения, шоу БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Нашего шоу-бизнеса. Группа Орда. Встречаем. Здравствуйте, ребята. Пожалуйста, для начала давайте я вас представлю. Начнем с Ербулата. Его раздражает непрофессионализм, любит отдыхать дома, в свободное время проводит с семьей и хочет отправиться в Японию. Есбулат. Он не любит, когда его узнают, так что не подходите к нему, дорогие друзья. Умеет играть в шахматы, любит бродить. Самый экстравагантный участник группы. Есть фото, подтверждающие это. Будьте добры. А это что за? Это какой-то фильм, да? Наш фильм «Запрещенные танцы». «Запрещенные танцы». Да-да-да. Дастан. Нет. Характер вспыльчивый, занимается боксом. Так что поаккуратнее, да. Занимается боксом. Че? В свободное время воспитывает сына. Абудисментный сын, ну как зовут? Алдиар. Алдиар, замечательное имя. Нурлан. Самый брутальный и сексуальный по версии его жены. Который нет. Художник по образованию. Любит людей, а они этого не понимают. Зачастую. Вот эти людишки-человечишки-то не понимают. Я к ним вот так один ходим. Земляне. Земляне, земляне. Ребят, у нас каждый коллектив, который появляется, будь то единый коллектив или солянка, сборная, они делают что-то. Вам ритм. Пять, шесть, семь. И раз. Два, три. А, два, три. Не буду. Не буду. Не буду. Мы начинаем программу. Бомб на седьмом канале. Правило. Восемь бомб. Четыре миллиона. Изначально. Если бомба взрывается, то вы теряете один миллион и участника, при котором она взорвалась. Каждый провод соответствует цвету и заданию. Первые четыре бомба, которые будут появляться, они будут с четырьмя вариантами ответа. Три неправильные, которые вы должны перелезать, и один правильный, который вы не должны трогать ни в коем случае. Пятый бомбик. Нам присоединится еще один провод, и в восьмой их будет восемь. Но до этого надо дожить. Вы сами определяете порядок, в котором вы будете выходить ко мне и играть. Мы начинаем. Дастан, мы с вами начинаем, насколько я знаю. Вам, дорогие друзья, удачи. Вставайте, пожалуйста, сюда. А вот это, пожалуйста, к бомбе. Давайте условимся так. Если мы обезверживаем бомбу, вы будете что-то танцевать. Не важно, что. Это может быть не ваше движение, это может быть Джексон, Псай. В смысле, все вместе? Кайра Турдас. Нет, кто играет за мной? Да, что-то покажет. Что-то покажет. Что-то покажет. Конечно. Четыре варианта ответа для первой бомбы. Будьте добры. Чингач Кук. Бильгейм Тель. Робин Гуд. Джек Воробей. Вопрос. Алдара Косе. Иногда по-другому называют казахский... Время. Как по-другому называют Алдара Косе? Как, подожди, как его не называют, точно? Его не называют Джек Воробей, не называют Бильгельм Гельм... Стоп, 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 поочередности. Зеленый провод, его не называют Джек Воробей. Перерезаем... Ту-ту-ту, режем. Время, время, да? Не ждем. Три, два, один. Дальше. Как его не называют? Чингач Кук. Точно? Чингач Кук. Подожди, Алдар Косе, Чингач Кук, нет? Нет. Точно? Точно. Уверен? Уверен? А, давай. Три, два, один. Абсолютно верно. Дальше. Ну что, смотри, у нас с тобой два варианта ответа, 30 секунд. У нас все хорошо. Скажи, как его называют? Его называют Робин Гуд. Точно. Точно. Он ворует у богачей и отдает ответ. Да. Тогда неправильный ответ. Вильгельм. Вильгельм Тель. Перерезай, желтый провод, раз это только убирай. Быстрее. Все. Три, два, один. Бомба нейтрализована. Первая бомба нейтрализована. Это значит, что ровно 4 миллиона как было, так и осталось. Назови мне твою любимую песню. Бельгий Сержан. Да? Да. Спой, я хочу услышать. Аплодисменты, граждане, это круто. Бомба номер 2. 4 миллиона. Скорпионов. Встречаем. У-у-у. Пока ничего не изменилось. Все те же 4 варианта ответа. Один правильный, три неправильный. Пуса. Итак, поворачиваемся и смотрим 4 варианта ответа для второй бомбы. Дева. Весы. Скорпион. Стрелец. Вопрос. Под каким знаком зодиака родился Джон Леннон, появившийся на свет 9 октября? Время. Тишина. Время. Досан, я хочу, чтобы ты повернулся к бомбе. К бомбе. Очнись. Тишина. Тишина команда. Давай будем убирать неправильный вариант ответа для тебя. Мы уже много потратили время. Ты можешь взять подсказку команды. Тишина команда. Стрельца убираем. Стрельца точно? Точно. Хорошо. Давай быстрее. Ты сказал мне, режешь зеленый цвет. Три. Два. Один. Продолжайте. Я напоминаю, у тебя еще подсказка, 35 секунд. Тишина команда. Ты не имеешь права пока не возьмешь подсказку. Дева весы, скорпион. Дева. Дева, убираешь деву? Он не может быть девой? Что, синий ушел? Три. Два. Один. Обсоединяем. Продолжайте. Все, теперь успокойся. Два-три секунды. Желтая и оранжевая. Скорпион. Убираем. Точно? Точно. Скорпион. Скорпион. Ну давай, давай, скорпион, орешь. Три. Два. Один. Бомба не пролезет. А ты как догадался? У нас Ербалат родился в октябре. Так. И так что он весы, и я знаю. Третья бомба «Где ты?» Достан ждет тебя. Третий вопрос. Четыре варианта ответа. Давай посмотрим варианты. Мэрил Стрип. Кэтрин Хэпберн. Игрид Бергман. И Барбара Стрейза. Будьте добры, вопрос. Какая из этих актрис является рекордсменкой по количеству наград Оскар? Время! Убираем Барбара Стрейзан. Точно? Точно. Потому что она вообще певица. Она снимается в кино. Ну она Оскар не брала. Оскара она брала. Это я тебе сразу хочу сказать. Но если ты уверен, перелезай. Перелезай зеленые проводы, если ты уверен. Оскара у нее есть. Три. Два. Один. Продолжайте. Она не рекордсменка. Убираем Ингрид Бергман. А ты вообще знаешь, где играла Ингрид Бергман? Я вообще не знаю, кто это. Но я знаю, что она не рекордсменка. Да давай, режь уже. Что тебя за мной еще разговаривать не буду. Она сам с собой играет. Три. Два. Один. Убираем Кэтрин Хэпберн. Так. Продолжайте. А ты куда? Ты не отворачивайся. Кого ты хочешь убрать? Кэтрин Хэпберн. Кэтрин Хэпберн? Да. Ты думаешь, что Берилл Стрип рекордсменка? Три. Чего три? Оскара. Точно? Точно. А если сейчас Бубух? Не будет Бубух. Ну он опять спрятался. Не будет. Ну они все спрятались. Хорошо, перелезай. Все, что с тобой спорю. Ты как вот твердолубый, как вся ваша группа. Три, два, один. Да будет так! Да будет так! Билл Стрипсер. Кэтрин Хэпберн. Четыре статуэтки Оскара. Давайте поаплодируем. Достану. Спасибо. Ациньи Ерболат. Участник вас. Ерка, давай. Ерка, давай. Мне очень нравятся всегда ваши головные уборы. Сегодня это такая фермерская шляпа. Она в Америке такой. Шериф округа ходит. Ну а мы встречаем бомбу под номером четыре. Очки на очки. Это всегда круто. Да. Я готов. Если все готово, то давайте увидим варианты ответа для бомбы номер четыре. Китай. Россия, Узбекистан, Киргизия. Вопрос. С каким из этих государств Казахстан имеет непротяженную сухопутную границу? Тишина и время. Ты можешь взять подсказку и посоветоваться со своими? Я думаю, что... Друзья, смотри на бомбу. Узбекистан неправильно. Узбекистан убираем? Да. Не имеет, да, самая длинная сухопутная граница? Да. Тёма! Три, два, один. Я прошу участника в Киргизии. Продолжайте. Да, да, да. Не отвлекайся на это. 40 секунд у нас. Поехали, поехали. Я думаю, что не Киргизстан. Не Киргизстан. Не Киргизстан? Да. Точно? Точно. Аккордай. Все, не, не нормально. Три. Что ты делаешь, Таша? Ты мучаешь? Один. Три. Ты должен был знать. Ты должен был знать. Ты должен был знать. Ушёл Ян Болат, но за него будет мстить Ян Болат. Встречаем участник номер три, группа Урта, седьмой канал. Бум! Секунду. Пойдём, поиграем. А бомба не взорвётся? А бомба... Я буду помогать тебе, мальчик. Пойдём. Хорошо. Бомба... Посмотри, кстати, да. Вот так выглядит ситуация на сегодняшний момент. Пять. Пятая бомба, которую мы сейчас увидим с тобой. И ушло уже половина суммы. Ушла два миллиона, осталось всего лишь два миллиона. Давай посмотрим с тобой и увидим бомбу под номером пять. Опять врядов ответа. Инструмент возьми в руки, да, чтобы он был всегда с тобой. Архар! Морал! Каракал! Джейран! Хорсак! Вопрос. Какой из этих обитающих в Казахстане животных родственник кошки? Есть подсказка, ну а пока время. Я синий убираю. Эээ, Архар. То есть, эээ... Архар не родственник кошки? Нет. Убирай. Козёл, по-думаю. Три. Два. Поближе, поближе. Один. Абсолютно нет. Продолжайте. Архар не родственник кошки. Морал убираю. Морал тоже? А кто такой морал? Морал – это девушка. Родственник кошки. Абсолютно нет. Давай, режь быстрее. Давай. Пора. Три. Два. Стой, стой, смотри. Один. А скажи мне, у тебя есть девушка с именами Каракал, Джейран и Каркорсак? Нету. Нету? Я не хочу. Хорошо. Кто еще не... Джейран убираем? А? Кто? Джейран. Джейран. Джейлон. Три, два, один. Молодец. Продолжайте. Молодец. Каракал? О, Каракал убираю. Я думаю, это Каркорсак. Есть. Думаешь? Да, я думаю. Давай быстрее. Красную. Ай-яй-яй. Три, два, один. Я не знаю, кто такой Каракал. Каракал – это пустынная лисица. Не вытирай, не вытирай. Каракал? Каракал – животное, чуть меньше рыси. На сцене Нурлан. Е-е-е-е. Давай, братан. Бомба номер шесть. Бомба номер шесть. Да. Шесть, семь и восемь. Это то, что нам в лучшем случае предстоит увидеть. Ну что, шестой вопрос, шестая бомба. Давай увидим с тобой варианты ответов. Срубила дерево. Спрятала лекарства. Отравила одежду. Отресала косы. И измазалась кровью. Что из этого, согласно легенде, сделала Баян Сулу, чтобы отомстить Коудару за смерть Козы Корпеша? Время! Время, время, время. Я думаю, она не прятала, она не прятала лекарства. Точно? Да, желтый. Желтый, перевязаем и ждем. Три, два, один. Продолжение. Что еще? Что еще не делала? Смотрите на бомбу, Нурман. Срубила дерево. Срубила дерево, точно? Синий, да. Не рубила дерево? Нет, не рубила. Ну, хорошо. Три, два, один. Па! Абсолютно. Продолжение. На бомбу, Нурман, на бомбу. Измазалась кровью. Она этого не делала. Она этого не делала. Хорошо, берем. Она этого не делала. Три, два, один. Продолжение. Все, у нас 5 секунд, Нурман. Что, она отравила одежду или отрезала косы? Я хочу, чтобы вы смотрели только на бомбу. Смотрю на бомбу и на красный провод. Режете красный провод? Я режу красный, да. Это мой выбор. Три, два, один. Ура! Бомбу, Нурман. Ура! Ура! Ну, мы договаривались еще с Достаном, что танец будет венчать удачное окончание. Тогда смотрите. Пока все идет хорошо, я напомню, что подсказку ты пока еще сохранил. И даже несмотря на то, что твои друзья уже не с нами, они могут тебе подсказать в любой момент, когда ты посчитаешь нужным. Давайте посмотрим и встретим бомбу номер 7. Посмотрим с тобой на экран и увидим пять вариантов ответа для синего вопроса. Наше дело. Свои люди. Без свидетелей. Реальные пацаны. Бей козлов. Бей козлов. Вопрос. Как с сицилийского переводится название преступной организации Коза Ностра? Время пошло. Бей козлов. Это неверный вариант. Три, два, один. Продолжаем. Бей козлов. Это действительно не Коза Ностра. Что еще не может быть Коза Ностра? Подожди, со мной поговори. Реальные пацаны, это неверное. Почему? Коза Ностра? Реальные пацаны? Не важно. Три. Извини, пожалуйста. Два. Извини меня, пожалуйста. Один. Смотри. Продолжаем. Абсолютно верно. Что еще не может переводиться, как Коза Ностра? Наше дело, свои люди без свидетелей. Я шел справа налево, продолжил. Коза Ностра. Без свидетелей. Ты думаешь? Я, я знаю. Извини, пожалуйста, меня. Три. Я пока себе сделаю пацаны. Два. Один. Я тебе советую сейчас поменять свою тактику и идти оттуда сюда, да? У твоей люди наше дело. Это не работает, Сильская. Никакая география не работает. Наше дело, свои люди. 25 секунд, у нас есть время. Что ты думаешь? Какой ответ правильный? Как переводится коза Ностра? У одной команды была даже такая песня, и там все было написано. Свои люди неправильно. Ты уверен? Да. Три. Два. Один. Бомба. Ну вот сейчас, сразу после рекламы, мы узнаем, что случится с группой Орда и что случится с Нурлан. Бомба номер восемь. Ха-ха-ха. Последний вопрос. Мельник. Портник. Пекарь. Портной. Кузнец. Ткач. Сапожник. Воин. Напомню, у тебя есть подсказка. Вопрос. От какой профессии произошла английская фамилия? Смит. Тишина. Время. Ты можешь взять подсказку. Я возьму подсказку. Тишина. Стоп. Таймер. Беги к команде. Какие варианты? Десять секунд на то, чтобы хоть как-то направить. Чтобы хоть как-то. Время пошло, Нурлан, возвращайся. Давай с чего-то начинать. Давайте начнем, я думаю, с Мельника. Синий провод. Да. Синий провод. Первый перерезай. Три. Два. Один. Продолжайте. Это, конечно же, не Мельник. Второй вариант. Портник. Портник, точно? Да, желтый, да. Думаешь, слишком? Хорошо, перерезай. Три. Взорвители. Два. Один. Не торопись, не торопись. Пехарь, портной кузнец. Качь, започный бой. У нас минута двадцать секунд. Нурлан, вернись к бомбе. Чуть быстрее. Ткач. Ткач, точно не ткач? Ткач, ткач. Нет? Хорошо. Три. Два. Один. Молодец. Продолжайте. Это, конечно же, не ткач. Ты убрал три варианта, но тебе нужно поторопиться. Давай хотя бы до минуты успеем еще один вариант. Пекарь, портной сабожник, бойн, кузнец. Что? Пекарь. Пекарь? Да, да, да. Пекарь, пекарь, пекарь. Стоп, стоп. Три, два, один. Молодец. Продолжайте. Вот и одна минута и еще три неправильных ответа. Нурлан, пока все идет хорошо. Я хочу тебе сказать, что ты должен чуть-чуть поторопиться. Так, воин. Точно? Смит, воин. Да, агент Смитов. Три, два, один. Продолжайте. Пусть нет сабожники портной. Ох, как интересно. Убираю портного. Нет, 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 нет. Три, два, один. Нет! Не торопись, не торопись, не торопись, спокойно. У нас два провода. Это оранжевый и это белый. Сапожник белый, кузнец оранжевый. Один должен бей это. Кто не может быть Смитом? Кузнец, сапожник, кузнец, сапожник. Сапожник или кузнец. А могу я посовещаться с командой? Нет, уже нет. Все, 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 время есть, время есть. Убираю кузнеца. Три, два, один. Я же тебе говорю, это кузнеца самый древний был. Я получил истинное удовольствие от игры. Надеюсь, и вы тоже, дорогие друзья. Нет! Наши телезрители, которые, я уверен, сейчас смотрят не один канал, а смотрят только седьмой канал и смотрят программу «Бум». Они, знаешь, они стали любить вас еще больше. Потому что вы так смешно, вы так танцевально, вы так интеллектуально, вы так любовно. Играли и поддерживали друг друга. Я приглашаю команду присоединиться к турбану. Да, нормально, нормально. Возможно, только это на седьмом канале в шоу «Бум». Но да, группа «Орда» сегодня не выиграла миллион. Но еще раз вам скажу, что в нашу программу приходят не выигрывать деньги. Сюда приходят получать удовольствие. Надеюсь, вы его сегодня так же, как и мы, получили. Группа «Орда». Спасибо, ребята. Успехов, пожалуйста. Спасибо. Мы увидимся с вами на седьмом канале. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok